Премьер-министр Путин призвал европейских партнеров выработать взвешенную энергетическую политику. — Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. — Мы с Романом действительно вместе с тобой работаем, и у нас действительно очень добрые и личные отношения. Вот действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. С Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами, а если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. — Ну, бог с ним, я сейчас не об этом, я о другом. — О том, что сейчас сказал Роман. — Обратите внимание, ведь он не просто интеллектуал, он же профессор, доктор, он действительно реальный интеллектуал европейский. — Но он еще и до мозга костей бюрократ европейский. — Вот посмотрите, что он сказал. — Отношения России и Европы — это как отношения икры и водки. Но и икра, и водка — это российские продукты, это продукты российского происхождения. Значит, они ведь привыкли в Европе как, по известному принципу, сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. — Я с удовольствием слушал весь предыдущий разговор и, конечно, выступление президента. — Я немножко ощущаю себя некомфортабельно, как тот швартовский честный старик, который сказал, господин президент, я честный старик, мне нечего терять, вы гений. — Вот я не хочу выступать в этом духе и не буду. — А зря. — Если вы мне разрешите, объявлю последние два вопроса, потому что вопросов много, здесь много знакомых лиц, вот там в задних рядах Алексей Кудрин прячется в тени. — Леша, где ты прячешься? — А что, у тебя вопросы есть какие-то? — Я имела в виду, что лиц вам знакомых здесь много, и на все вопросы мы не ответим. — Давайте два последних вопроса выбираем. — У меня к нему вопросы есть, а у него ко мне какие-то вопросы. — Давайте спросим у господина Фирьона, он будет выставлять свою кандидатуру на должность президента Французской республики? — Можно коротко ответить, это односложно. — Я не стала бы отвечать на тот вопрос, потому что вы на него не ответили, когда вам задали этот вопрос прямо в глаза. — А если я отвечу, вы ответите? — Посмотрим. — Я не исключаю. — Я тоже не исключаю. Россия играет важную стратегическую роль, и несмотря на неудачи в определенных вопросах, которые нам следует решать, и тут при этом ясно, что российский президент не всегда выражается тихо, но иногда и несколько громко, но тем не менее это не мешает нам дальше кооперировать. — Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. — Если слишком громко, я прошу меня извинить. — Большое спасибо. Я хочу передать вам слово, господин президент. — Госпожа, федеральный канцлер сказал, что она пока не знает, кто несет ответственность за рекапитализацию проблемных банков. И в то же время сказал, что я иногда очень громко выражаю свою точку зрения. Я сейчас скажу шепотом. — Надеюсь, что не за счет клиентов. — Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. — Особенно если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. — Поэтому как это будет сделано? Либо будет создаваться объединенная какая-то государственная структура Соединенные Штаты Европы, либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? — По поводу Роберта Крафта и его приезда в Санкт-Петербург, и этой истории с Кольцом, которое было вручено как бы Роберту Крафту, как тренеру команды, выигравшему Суперкубок. Что вы можете сказать по этому поводу? — Вы знаете, я не помню ни господина Крафта, ни Кольца. Но если это такая... Я помню, что что-то там какие-то вручали, какие-то сувениры. Если это такая большая ценность для господина Крафта и для соответствующей команды, у меня есть предложение. Мы изготовим... Я попрошу наши предприятия изготовить какое-нибудь действительно хорошее, чтобы было видно, что это какая-то дорогая вещь, и с металлом хорошим, и с камнем, и чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось в команде, интересы которой представляет господин Крафт. Я думаю, что это будет самым умным, самым партнерским решением этой такой сложной международной проблемы. Чем занимались наши коллеги, понятия не имею, но думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть, так. Мы вот вместе пойдем... Мы пойдем сейчас на ужин. Меня коллега пригласила. Я сказал, что мы будем говорить о Чехове. В чем все, наверное... Да, ну что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужины, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не район час. Но вы меня понимаете. Владимир Владимирович, я точно без галстука могу проводить ужин. Слопает гости Ющенко еще галстук. Не пора ли ввести налог на роскошь? Это первый шаг для устранения этой чудовищной и раздирающей нас неправды. Налог на эти золотые дворцы, на эти бриллианты, которые вам всыпают себя с ног до головы. Жены и возлюбленных наших олигархов. Ибо развитие и справедливость – это синонимы. Как вы отличаете жен от возлюбленных? У вас какое-то... По запаху? По возрасту? Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, Речь идет не о введении каких-то санкций за гомосексуализм, либо за... Ну, в общем, понимаете, за что. Речь идет о том, чтобы оградить детей от соответствующей информации. В некоторых странах, ну, например, в европейских, здесь, в Финляндии, считают, что не нужно детей от этого ограничивать. Не ограничивайте. Мы не собираемся вмешиваться в ваши вопросы. А мы будем ограничивать так, как решили депутаты Государственной Думы. Просим не вмешиваться в наше регулирование. А вы сейчас прямо здесь, но я просто не верю, это как бы во сне. Ну, да, и у меня... Я вас ущипну потом. Вот одна из них спрашивает, когда страна увидит первую леди. Вы знаете что? Мне сначала свою бывшую жену Людмила Александровна замуж надо выдать. А потом уже я о себе подумаю. Господин Порошенко сейчас является ведущим кандидатом. Он сообщил CNBC, что он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. А вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Где деньги? Пусть деньги вернут. Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. Три с половиной миллиардов, они нам должны... Пусть вернут деньги. Для начала разговора. Так, чтобы создать благоприятные условия. Что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил. Мы не имеем к этой проблеме прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать... Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Понимаете, в чем проблема? Если бы они не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане, там, парился в тюрьме. Значит, они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Вы знаете, я дал свое видение того, что происходило на Украине. Я считаю, что все, что там произошло, в значительной степени ответственность за это лежит на наших европейских и американских партнерах. Они поддержали этот госпереворот и погрузились в страну в хаос. А теперь хотят на нас переложить ответственность, и чтобы мы за них убирали там то, что они нагадили. Понимаете? Значит, на это и санкция рассчитана. Но пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей. И их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, о контрапупить как следует. То есть, наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали для как специально двух евреев и одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.